Давайте попробуем разобраться, что такие евреи, с чем их едят и что же случилось приблизительно 2000 лет назад. Это необходимо для того, чтобы мы понимали некоторые вопросы, связанные с тем, как мы, евреи, как принявшие Мессию, так и не принявшие, смотрим, в общем-то, на мир. И попробуем разобраться, как изменилось еврейское самосознание почти за 2000 лет. Прежде всего, хотелось бы сказать, что мы не делим евреев на хороших или плохих. На тех евреев, которые приняли Машеха, это хорошие евреи, а которые не приняли, это, соответственно, не очень хорошие евреи. Мы этого не делаем, мы не проводим разделение, и мы посмотрим, что, в общем-то, в начале этого разделения тоже не было. Это разделение на евреев, принявших Мессию и его не принявших, в общем-то, произошло несколько позднее и искусственно. Итак, еврей всегда был представителем или частью целого народа, и его судьба неразделимо была связана с судьбой всего народа. Еврей не мыслит себе свое личное благополучие в отрыве от судьбы своего народа. Понятно, да? Это, в общем-то, утверждение справедливо и для всех христиан. Поскольку мы составляем одну большую Божью семью, то нас должно заботить вся семья, а не лично я сам. Но это никоим образом не отменяет или не аннулирует Божьего призвания к своему народу. Это не отменяет его планов относительно потомков Авраама, Ицхака и Иакова. Итак, все события, которые произошли приблизительно две тысячи лет назад, мы будем рассматривать с позиции мессианских верующих. Понятно, да? Что изменилось в жизни нашего народа с приходом Машеха, разрушением храма и что же там произошло? И тот материал, который вы получите, вы получите для того, чтобы вы поняли, что же на самом деле произошло и как на этот мир смотрят евреи. Этот материал не предназначен для того, чтобы вы общались с неверующими евреями и начинали им делиться. Потому что это приведет к неким спорам. А в спорах истина не рождается. Ну, тихо, хорошо. Итак, со временем, когда Всевышний даровал Тору народу Израиля, самым главным аспектом евреев и еврейской жизни было что? Соблюдение чистоты и святости, которое сходило от соблюдения заповедей. Понятно, да? И мы сегодня, я слышал в аудитории такие слова, кошерное, некошерное, чистое или нечистое. Всегда, вот с того времени, это интересовало. Что такое чистота и святость? Это понятия неразрывно связанные, в общем-то, с Богом. И с того времени ничего не поменялось. Бога по-прежнему интересует чистота и святость Его народа. Это понятно? Относительно того, что Всевышний отвернулся от своего народа евреев, которые Он избрал, и что-то поменялось в историческом плане, и Его место заняла церковь, мы можем сказать следующее. Иеремия, 31 глава. Иеремия, 31 глава, 35, с 35 по 37 стих. Иеремия, 31, 35, 37. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, которые возмущают море, так что волны Его ревут. Господь целовал имя Ему. Если эти уставы перестанут действовать передо Мною, говорит Господь, то и племя Израиля перестанет быть народом передо Мною навсегда. Так говорит Господь. «Если небо может быть измерено вверху, основание земли исследовано внизу, то и я отвергну все племя Израиля за все то, что они делали, говорит Господь». Кому-то удалось померить небо? Может быть исследовать все, что под землей? Соответственно, в общем-то, Бог и не отверг нас. То же самое написано в Римлянам 11 глава, 1 стих. Римлянам 11, 1. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо я из рельтян от семени Авраамова и с колена Вениамина». Римлянам 11 глава, 1 стих. «Итак, мы знаем, что, в общем-то, наш народ делал достаточно много по отношению к своему Богу. И достаточно много не очень хорошего. Знаем мы об этом? И наказания, в общем-то, приходили. Но наказания, которые приходили на народ Израиля, всегда были направлены только на то, чтобы вернуть народ своему Богу. Наказания были направлены на то, чтобы возвратить, а не уничтожить. Когда Бог наказывал другие народы, в общем-то, это заканчивалось для этих народов достаточно плачевно. Они переставали существовать. По отношению Израиля, такого плана у Бога никогда не было. Он наказывал Израиль для того, чтобы Израиль вернулся к нему. Итак, до сегодняшнего дня некоторые люди представляют, что народ раскололся на два лагеря уже тогда. И с точки зрения иудаизма существует вопрос. Мессианский верующий, он является евреем или не является? Но давайте посмотрим, что было на самом деле тогда, и чем отличаемся мы от всех остальных народов. Вы знаете, как это ни странно, еврейство – это удивительная часть. Абсолютно удивительный народ, уникальный и обладающий одним свойством, эта национальность обладает одним свойством, не присущий ни одному народу на земле. Слышали, да? Мы призванный народ. Народ призвания, народ книги. А? Усыновленный. Это христиане были усыновлены. Хорошо, смотрите. Мы народ призванный. И вот в чем наше призвание выражается. Если вы родились украинцем, русским, китайцем, скажите, пожалуйста, вам удастся стать японцем? Нет. Если бы вы родились вьетнамцем, вам бы удалось стать французом. Но кем бы вы не родились, вы можете стать евреем. Странно, да? Вот, ну, как-то не меняется национальность, ни в каком случае. А вот евреи могут стать все. Поэтому я хотел бы спросить вас. Среди вас сколько евреев? По плоти, да? Сейчас мы проверим, насколько все оставшиеся, которые не подняли руки, не являются евреями по плоти. Сейчас легкий тест. Легкий тест. Так вот. Рожденный по плоти от семени Авраама и Цхака и Акова, но отвергший Бога, Израиля, оставался евреем. Его надо было вывезти недалеко и немного камней на него набросать сверху. То есть он переставал быть евреем. Но человек, не рожденный от семени Авраама и Цхака и Акова, по плоти не являющийся евреем, но еврейский народ, считающий своим народом, и Бога Авраама и Цхака и Акова, считающий своим Богом, исполняющий закон, становился кем? Аллилуйя. Итак, смысл призвания был смысл того, что евреи были призваны служить Богу Авраама и Цхака и Акова. И если они не исполняли этого призвания и отвергали Бога Авраама и Цхака и Акова, то они переставали быть, собственно говоря, евреем, избранным народом. И избрание прежде всего было избранием для служения. Избрание было прежде всего избранием для служения. В первом послании апостола Петра во 2 главе 9 стих говорит «Новый род избранный царственное священство. Народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет свой». Итак, мы видим, что мы все являемся избранными для какой-то цели. Какая цель? Служить Богу. А люди, которые приняли для себя служить Богу Авраама и Цхака и Акова, быть его, в общем-то, народом, стали кем? И как это ни странно, традиция говорит, что дети, рожденные у таких людей, по национальности кто? Евреи. И отличались они от природных евреев только тем, что они не имели земельного надела в земле Израиля. Во всем остальном они были точно такими же, как физические подонки Авраама и Цхака и Акова. Понятно, да? Итак, здесь все люди, которые считают евреев своим народом? Здесь все люди считают Бога Авраама и Цхака и Акова. И теперь вопрос у меня к вам еще один раз. Кто здесь евреев? Нет, тут уже некоторые не подняли руки. Но рук уже стало больше, чем в первый раз. Понятно, о чем идет речь? На самом деле, Руфь, моя Витянка, она сказала простую формулу. Твой народ будет чьим народом? Моим народом. Твой Бог будет? Моим народом. Слушайте, она вошла в родословие Ишуа. Ра в блуднице. Она, в общем-то, тоже как бы была не совсем рожденная по плоти. И даже свыше не были рождены эти люди. И что-то происходит. Бог особым образом относится к тем людям, которые захотели стать частью Его народа. Захотели служить Ему. Они захотели, он их называет евреями. Итак, вы род избранный. Царственное священство. Скажите мне, пожалуйста, вы царственное священство? Ага, хорошо. Меня просто интересовало, как это? Вы цари и священники? Священные цари. Здравствуйте, я царь. Священники царя. Священники царя. На самом деле, я бы посоветовал вам зайти в такую книгу, как книга «Исход». Вы любите такую книгу, шмот? Девятнадцатая, если мне не изменяет память. Девятнадцатая, если мне не изменяет память. А вы будете у меня царством, священником и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Царственным священником или царством священником? Итак, Бог определяет для себя, как замысел, чтобы весь Израиль был царством священников. Бог не имел плана разделения Израиля на часть священников и всех остальных. Только в колене Левия, в роду Аарона, были священники. И левиты даны были в помощь. Все остальное, царство, было не священниками. И где бы вы ни родились, в каком бы из колен вы ни родились, вы не могли приступать к жертвеннику. При всем своем желании, при всем своем стремлении, при всем том посвящении, которое вы хотели бы иметь, вы не могли. Почему? Потому что вы не были потомками Аарона. Только они могли приступать к жертвеннику, к святилищу. Но таков ли план был? Не таков. Бог говорит, я хочу, чтобы весь Израиль был царством священников для всех остальных народов земли. Но что-то произошло. Произошло что-то, что мы вспоминаем в такой веселый праздник Рош-Хашина. Что произошло в Рош-Хашина? Что мы вспоминаем в праздник Рош-Хашина? Рош-Хашина и Йом-Кипур чуть-чуть позднее. Потом там дни трепета, а потом уже Йом-Кипур. Дорвание Торы. Не совсем. Рош-Хашина, что-то мы вспоминаем. Что-то мы вспоминаем, Рош-Хашина. Новый год, урожай еще. Что мы там вспоминаем? Что же мы такого вспоминаем? Никто не слышал такого выражения? Праздник труб. А что мы вспоминаем в праздник труб? Йом-Туа. Воспоминание трубного звука. Ага. Вспомнили, что мы вспоминаем Рош-Хашина, да? А какой трубный звук мы вспоминаем? Какой? Когда этот трубный звук прозвучал? Когда они не захотели подняться. Во время протяжного трубного звука они могли взойти на гору, но они сказали, слушай, Маше, ты, наверное, сам иди. А потом нам все расскажешь. А мы вот не пойдем. Так. Когда был огонь, когда они сотворили тельца, когда все было весело. Кстати, некоторые места и выражения Нового Завета нам не совсем понятны. К примеру, буква, она убивает, а дух, собственно говоря, животворит. Отлично. Скажите мне, пожалуйста, как вы понимаете это местописание? Только поднимайте руку, мы дадим микрофон. Ну, вы слышали это местописание? Да. Бог, собственно говоря, убивает, а дух, он ну, и такое, ну, простое место. Есть один момент также в Таре, где Всевышний говорит, если будешь слушать глаза Господа Бога своего, исполняя заповеди, жив будешь. И там же рядышком есть такое место, если будешь исполнять, жив будешь, если не будешь исполнять, умрешь. И эти два момента Рэбби Шауль, апостол Павел, противопоставляет, выводя этот вот принцип «праведник верою жив будет». То есть, можно просто слепо исполнять, как раб, то, что тебе повелели, но если ты попытаешься понять, слушая глаза Господа Бога своего, проникнуться его духом, вот именно этот дух будет животворить, и именно он будет давать, во-первых, понимание самих заповедей как таковых. И вот я так понимаю. хорошо, еще какие есть мнения по этому поводу? Ну, давайте попроще. Вы не сталкивались с такой ситуацией, когда кто-то из вас начинает цитировать закон, и ему в ответ говорят, послушай, по духу надо брат или сестра, по духу двереться, потому что букву она что делает? А вот дух, он по-настоящему уже звонит. Поэтому не надо вот эта вот мертвая буква, особенно когда это вот со второй такой толстой части, которая стала второй, первая, которая стала второй, которая потолще, которая уже не нужна. Да? Не надо, зачем? Буква, она же что делает? Убивает. Поэтому расслабься, зачем это все надо? Но на самом деле, как вы себе представляете еще это местописание? Давайте попробуем представить его несколько по-другому. Когда была дарована буква, на какой праздник? Шавуот. Правильно. На Шавуот была дарована нам буква. Маше как раз спустился с горы и принес такая каменная, красивая была, все хорошо было. И застал он евреев за, в общем-то, неприглядным занятием. Он слегка расстроился. Да. Это событие, произошедшее в исходе в 32-го главе. С 26-го стиха я прочитаю, вы прочитаете чуть больше. 32-я глава. И стал Моисей в воротах стана и сказал, кто Господень ко мне? И собралась к нему все сыны леви. И он сказал им, так говорит Господь Бог Израилю, возложите каждый свой меч на бедро своего, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно и убивайте каждого брата своего, каждого друга своего, каждого ближнего своего. и сделаны сыны леви, по слову Моисей, и пала в тот день из народа около около приблизительно, 7-8. Да? Событие следующего шевуота прочитаем? Да. 41 стих. 2-я глава Деяния апостолов. Итак, охотно принявшие слово его крестились и просоединились в тот день около на один шевуот около трех тысяч людей, а на другой шевуот около трех тысяч людей получили в жизни. Бог вот что сделало? А дух? История двух шевуотов. Всего лично всего, да? Так все просто оказывается. Итак, желание Всевышнего было, чтобы все, весь Израиль был царством священников. Но из-за того, что они не захотели взойти на гору, что-то изменилось. Только одно колено служило ему. А все остальные колено, сколько их, кстати, было? Так двенадцать или одиннадцать? Нет, тринадцать. Тринадцать. У нас уже три цифры. Одиннадцать, двенадцать и тринадцать. Так еще раз. Одно колено левое. Это одно. И оставшихся сколько? Одиннадцать. Одиннадцать. Точно. Сто процентов. Сто процентов. Израиль был разделен на сколько земельных наделал? А? Нет. Одиннадцать. Одиннадцать? На двенадцать. Так их же было одиннадцать, как же поделили на двенадцать? Так сколько колен было, двенадцать или одиннадцать? Если левия посчитать Было 13 колен А левия надо было считать или нет? Поэтому их за колено За людей можно было не считать Так в Израиле сколько колен было? 12 А левия за колено не считали? Сыновей у Израиля было сколько? 12 А колен было 13 Почему? Ну колено левия не получилось земелью Про Иосифа кто-то говорил Да, у Иосифа два сына Монасия и Ефрем Израиль сказал Твои сыновья будут моими сыновьями И поэтому колено Иосифа получило два земельных надела Один надел для Ефрема Другой надел был для монастыка Всего было их 12 Благословения на мальчиков Которые мы произносим Чтобы вы были такие, как Ефрем и монастик Итак Здесь разобрались Но план Божий был не таков План Божий был, чтобы весь Израиль был царством священников И как раз Апостол Петр говорит В нас Верующих Ешуа Этот план Совершился Мы стали царством священников Вот тот план Который был у Бога Для его народа Израиля Совершился Раскрылся в нас Верующих Брит Хадаша Нового Завета Понятно, о чем у него теперь речь? Но не все до конца понимают Что такое царство священников Если тогда было разделение На тех, кто Мог приступать к священству И на тех, кто не мог приступать к священству Никогда, ни при каких условиях То на сегодняшний день Каждый из нас призван Приступать к священодействию Потому что мы царство священников А священники это те, которые должны Священодействовать И поэтому мы все призваны В Новом Завете Не только одно колено А весь народ Божий Является царством Священникам Священникам В каких условиях Если вы не рождены были Вот в колене этом Не могли войти в этот процесс То на сегодняшний день То на сегодняшний день мы все призваны Священодействовать И даже сестры Потому что То время Даже если бы Вы родились Семье у самого Аарона К жертвеннику Никто не допускал Понятно, да? То на сегодняшний день Картина как бы изменилась И ответственность И ответственность Соответственно Больше Возвращаясь к той теме Которую мы начали Мы говорим Народ не разделился На евреев Которые приняли И которых не приняли Народ по-прежнему Оставался Народом Божиим Евреями И когда Евреи обращались К своим братьям Они обращались Как Мужи Братья Деяние Вторая глава Двадцать девятый И тридцать седьмой стих Деяние Вторая глава Двадцать девятый И тридцать седьмой стих Мужи Братья Да будет позволено С неразновением Сказать вам А про отца Давиде Что он умер И погребен И гроб его У нас До сего дня Услышав это Они умилились Сердцем И сказали Петру И прочим апостолам Что нам делать Мужи Братья Одни евреи Обращаются К другим Евреи Которые приняли Машеха Обращаются К евреям Которые не приняли На тот момент Машеха Мужи Братья И те В ответ В общем-то Обращаются К ним Точно так же Говоря Мужи Братья Деяние Третья глава Первый И семнадцатый Стих Деяние Третья глава Первый И семнадцатый Стих Когда Петр И Иоанн Шли вместе В храм В час Молитвы Девятой Они Что-то там Произошло Да Что там Произошло Исцеление Храмо Да И они Впрочем Я знаю Братья Что вы Как и начальники Ваши Сделали Это По Неведям Мы видим Что Они обращались Друг Несмотря на то Что одни Приняли Машеха А другие Нет Они продолжают Оставаться Евреями Римлянам Одиннадцатая Глава Тринадцатый Четырнадцатый Стих Римлянам Одиннадцатая Глава Тринадцатый Четырнадцатый Стих Вам Говорю Язычники Как апостол Язычников Я Проставляю Сужение Мое Не Возбужу Ли Ревность В сородниках Моих По плоти И не Спасу Ли Некоторых Из них Говорит Они По прежнему Родственники Моих По плоти И в общем-то Апостол Шауля Говорит Некоторые Странные Вещи Человек Которому Принадлежит Большая Часть Посланий Нового Завета Человек Который Стал Апостолом Для Язычников Говорит Вообще Все Это Дело Которым Я Занимаюсь Ради Нескольких Евреев Вот так Тут Говорит Я Прославляю Служение Мое Не Возбужили Ревность И Не Спасули Некоторых Из Них Говорит То есть Я Здесь Этот Труд Затеял Только Для Того Чтобы Пару Евреев Спаслось Представляете Себе Вдумайтесь О ком Думал Шауль Служа В общем-то Язычником Он Не Переставал Думать О своих Братьях И родных Ему По плоти Он Не Перестает Думать О своих Братьях Родных Ему По плоти И Тут Надо Понимать Что Ничего Не Изменилось На Сегодняшний День Ортодоксальные Евреи Говорят Послушайте Ребята Вы Можете Быть Кем Угодно Хомосексуалист Лесбиян Наркоман Пьяниц Но При Этом Вы Не Перестаете Быть Евреем Но Если Вы Приняли Машеха Вы Перестали Быть Кстати Евреем Ну Они Там Посоветовались И Так Решили То есть Вы Можете Заниматься Чем Угодно Грешить Любыми Грехами Но При Этом Вы Ни При Каких Условиях Не Перестанете Быть Евреем Но Если Вы Приняли Своего Машеха Все Вы Не Еврей Мы Вас Вычеркиваем Тогда Такого Не Было И Отношения Не Было Как У Принявших Евреев Машеха К Не Принявших Так И Наоборот Они Продолжали Оставаться Братьями Понятно Да И И Вот Вопрос Еще Один На Засыпку В Израиле В Израиле Того Времени Кого Было Больше Евреев Которые Приняли Машеха Или Книжников Фарисеев Саддукеев Фарисеев Гиргисеев Кого Было Больше Фарисеев Я Услышал Ваш Ответ А вам Не Надо Спорить Друг С Другом Кого Было Больше Фарисеев Не Знаю Я Жду Спросил Как Вы Думаете Пирог Ну Как Вы Думаете Ну Мысли Есть Какие Ну Какая Разница Кого Больше Мессианских Евреев Или С другой Стороны Я Причем Говорю Книжников Фарисеев Есеев Саддукеев Гиргисеев Всех Вот Вот Эти Все Вместе А Против Них Только Одни Мессианские Евреи Угу Но Именно К Ним Было Направлено Влагая Весть Именно Они В основном И Приняли Если Только После Первой Проповеди Петра Покаялось Около Трех Тысяч Человек Причем Тут Не Учитываются Женщины Это Только Мужчина А Если Взять Их Семьи А если Потом Учесть Еще Последующие Проповеди То Число Мессианских Евреев Должно Превышать Десятки Тысяч Угу Угу Послушайте Что делает С нами В общем-то Наше Представление Мы Что-то Представляем И Большинство Людей Христианских Церковь Научены Тому Что Евреи Они Отвергли Народ Он Что-то Сделал Отверг Понятно Понятно Что значит Случилось Их было Больше А этих Соответственно Было Меньше Но что Говорит Писание Что Говорит Писание Деяние 6 глава 7 стих Деяние 6 глава 7 стих И И Слово Божье Росло И число Учеников Весьма Умножилось В Иерусалиме И Священников Очень Многие Покорились Веря Они Покорились Мы Возьмете Возьмете Любой Подстрочник А не Синодальные Переводы Прочитаете Что Написано В этом Месте Писания То Вы Узнаете О чем Шла Речь Говорится Смотрите Сколько Десятков Тысяч Иудеев И Все Они Ревнители Закона Они Все Исполняют Закон И Это Евреи И Иерусалимская Церковь Только Иерусалимская Церковь Насчитывала Десятки Тысяч Евреев Для Того Чтобы Мы Понимали Вот Те Все Религиозные Партии Вместе Взятые Насчитывали Порядка Двадцати Тысяч Человек Достаточно Много Было Двадцать Тысяч Но Мессианских Евреев Было На тот Момент Времени Двести Тысяч Картина Несколько Другая Да В Десять Раз Больше Двести Тысяч И Мы После Перерыва Поговорим Почему Же Такое Произошло И Почему Как бы Настолько Много Было Мессианских Евреев И почему Начальствующие Священники Покорились Вере Что же Происходило На самом Деле Хорошо Перерыв Что-то Происходило И что же Происходило И то Что Происходило В общем-то Каким-то Образом Влияло На Людей Рядом С которыми Это все Происходило Вы знаете Что В момент Того Как Ешов Был Распит Завеса В храме Разорвалась Сверху Донизу В общем-то Достаточно Серьезное Сверх Естественное Событие Но Умные Евреи Они Решили Справить Положение Не знаете Что Они сделали И она Что Что-то Это Им Говорило Храмовые Чудеса Перестали Происходить Такое Храмовое Чудо Как Изменение Нити Цвета Нити В Йом Кипур По Свидетельству Талмуда Перестало Происходить Начиная С 30-го Года До Времени Разрушения Храма Нить Не меняла Своего Цвета Ни разу Это Было Свидетельство Достаточно Серьезное Что Бог Не Принимает Жертву Если Вы Почитаете Первую Вову Пророка Исаия Вы узнаете Условия При которых Жертва Принимается Сейчас Читать Не надо Потом Просто Запишите Себе Это То Место Писания Пророка Исаия Когда Он Говорит Если Грехи Ваши Будут Как Багряны Как Снег Убилю Их Прочитайте Там Есть Условия И Когда Жертва Не Принималась То Евреи Догадывались Что Что Не Так В Их Жизни Догадывались Причем Жертва Была Очень Специфическая За За Что Приносилась Жертва На Йом Кипур Определенные Грехи Народа Неведения Спасибо Большое Итак Был Грех За Который Невозможно Было Покаяться Грех Неведения Это Такой Грех За Который Нельзя Совершить Шву Покаяния Невозможно Пройти Путь Швы Потому Что Он Начинается С Осознания Греха Как Можно Осознать То Чего Ты Не Знаешь И Поэтому Раз в Году Все Евреи В общем-то Приносили Жертву За Грехи Неведения Всего Народа И Были Времена Когда Эта Жертва Принималась А Были Времена Когда Эта Жертва Не Принималась И Вот То Время После Распятия Ишо Больше Эти Жертвы Не Принимались Никогда Кстати В Новом Завете Как мы решаем Эту Проблему Откуда Мы знаем Что Грехи Неведения Нам Прощены Есть Место Из Книги Деяний По Могу Где Говорится Ибо Ныне Оставляя Времена Неведения Бог Повелевает Всем И Повсюду Покается Да А как Можно Покаяться В том Чего Мы Не Знаем Откуда Мы Знаем Что Нам Эти Грехи Прощены В принципе Жертва Ишуа Покрывает Всякий Грех Безусловно Скажите Мне Пожалуйста Но Мы Знаем О том Что Жертва Ишуа Покрывает Всякий Грех Но Для Этого Нужно Покаяться В нем А Если Мы Не Каемся Дайте Микрофон Ну Ишуа За нас Умер И он Говорил Ибо Прости Ибо Не Ведают Что Они Творят Что Делают Когда Было Событие На Кресте Я Понял Но Следует Такой Логике Скажите Пожалуйста Ишуа Умер За Всех Людей Да Все Люди Не Знают Что Творят Ну Не Ведают Да Которые Не Обращенные Да Значит Все Обращены Ну Тут Какой-то Дисбаланс Я Просто Беру Те Слова Которые Сказал Человек Я Ж Их Использую Откуда Мы Знаем Что Грехи Неведения Нам Прощены Ну Это Хороший Аргумент Но Нам Ж Надо Каяться В своих Грехах Мы Приняли В сердце И 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 Свидетельства Знаете Я знаю Людей Которые Такие Свидетельства Имеют В своем Сердце И При этом Живут Такой Жизни Ну Как Странные Люди Евреи Правда Да Давайте Попробуем Откроть Первое Послание Апостола Иоанна Первую Главу Какой Стих Девятый Ну Давайте Попробуем Открыть Девятый А как же вы Исповедуете То Чего Не Знаете Первая Глава Девятый Стих Можно Начать Все Таки Седьмого Стиха Он Некоторым Образом Странным Отличается От Девятого Если Ходим Во свете Подобно Как Он Во свете То И 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 Мессии Сын Его Очищает Нас От Всякого Греха Скажите Пожалуйста Говорится Ли Об Исповедании Ничего Ничего Не Сказано А Что То Говорится Об Очищении От Всякого Греха Да Ну Скажите Мне Пожалуйста А Если Там Условия А Если Не Ходим Во свете Итак Давайте Останемся В пределах Седьмого Стиха Если Ходим Во свете Подобно Как Он Во свете Есть у меня Свидетельство Есть у меня Свидетельство Если Есть Общение То Есть Очищение Если Очищение Если Общения Нету То Очищение Есть у меня Свидетельство Оно Очень Духовное Или Можно Увидеть Глазками Это Для тех Людей Которые Сидят Дома И Говорят О том Что Они Сами Себе Верующие Я Говорю Вы знаете Если Вы сидите Дома И у Вас Нету Нужды Иметь Общение С Верующими То Вы Находитесь Где Потому Что Если Если Находились Находились Во Свете То Вы Имели Общение Если Общения Нету То Ребята Не Нужно Тешить Себя Светом Самое Простое Свидетельство Которое Мы Можем Иметь Это Если У Меня Общение С Моими Братьями И Сестрами Если У Меня Нету Общения Братьями И Сестрами То Можно Забыть Про Все Свои Духовные Откровения Видения Сновидения Потому Что Я Тогда Нахожусь Во Тьме Здесь Непростое Слово Канония Стоит Обмен Жизнью Это Не Просто Встретиться Поговорить Это Обмениваться Жизнью Пребывать В жизни Других Людей И Делиться Своей Жизнью Хождение Во Тьме Это Очень Интересное Слово И Очень Интересное Выражение И для того Чтобы понять Что такое Хождение Во свете Можно Понять Сначала Что такое Хождение Во тьме Недавно Был Такой Праздник Праздник Который Назывался Пурим То Время В истории Израиля Было Названо Временем Когда Бог Сокрыл Своё Лицо Слышали Вы такое Бог Сокрыл Своё Лицо Мы знаем Благословение Аарона Когда Мы Благословляем Детей Израиля И говорим Чтобы Бог Презрил На них Своим Светлым Лицом Когда Бог Не скрывает Лицо От его Лица Исходит Что Свет Но Если Бог Скрывает Своё Лицо Человек Находится Где Во тьме И тот Период Израиля Был Таким Периодом Когда Бог Скрыл Своё Лицо И этот Период Знаменовался Тем Что Евреи Начали Верить В случайности Когда Человек Находится Во тьме Вы Вообще Во тьме Были Когда Нибудь Ну Ночью В лесу Я Не про Ту Тьму Страшную Ужасную В лесу Ночью Были Да Какие Звуки Слышали Вы Как Адекватно Принимали Не Ассоциация С чем Да Но если Вы Посветите Фонариком Это Кошка Пробежала Собака Там Что Простое Да Но Звук Он Воспринимался Совсем Не Так И Рисовалась Картина Совсем Не Такая Как Она И Была На самом Деле Почему Потому Вы В темноте И Точно Так же Когда Бог Скрывает Своё Лицо Человек Неправильно Оценивает Все события Которые Происходят Вокруг Него Почему Потому Что Он Мы Начинаем Верить В случай В Течение Обстоятельств Забываем О том Что Бог В общем То Все Контролирует И Когда Мы Смотрим На то Время Мы Увидим Цепь Случайных Событий Которые Были Понятны Что Они Не Случайны Только Тогда Когда Это Все Сошлось Вместе Сам Но До Этого Это Была Цепь Случайных Событий Случайно Какая-то Добрая Женщина Решила Не Пойти По Приказу Царя На Пир Потом Другая Красивая Женщина Случайно Выиграла Конкурс Красоты Потом Какой-то Мужик Услышал Заговор Случайно Потом Царь Чего-то Добрый Человек Ночью Случайно Решил Не Спать И Случайно Ему Случайно Мордехай Сказал Женщине Слушай Не говори Никому Что ты Еврейка Самое Интересное Что она Случайно Послушалась Обычно Когда мы Говорим Женщине Ничего Не Говори Да Если Мы Хотим Чтобы Она Рассказала А Тогда Она Как бы До Времени Молчала И Аман Чувствовал Себя Достаточно Свободным В этом Плане Не Ожидал Что Она Тоже Еврейка Цепь Каких-то Случайных Событий И Только В конце Когда Все В общем-то Было Открыто Люди Увидели Что Это Божий План Для Спасения Евреев Но Тогда Когда Эти События Происходили Они Были Все Случайными И Никто Не Понимал Как Божьего Замысла Почему Потому Что Народ Находился И Когда Мы Идем По Этой Жизни И Мы Не Видим Божьей Руки Мы Думаем Что Что Произошло Случайно Мы Кого-то Случайно Встретили Кто-то Нам Случайно Позвонил Да Как-то К нам Повезло И Мы Получили Зарплату Хорошую Совершили Какую-то Сделку Удачную Повезло Случайно Понятно Да Но Когда Люди Живут Таким Образом На самом Деле Они Находятся Во тьме Если Человек Полагается На себя На собственные Силы На свои Знакомства Связи Удачу Случай Этот Человек Он Находится Во тьме Любой Человек Который Полагает Своё Основание Не В Боге Находится Во тьме И Для Израиля Понятно Было Что Такое Человек Находящийся Во тьме Это Человек Который Положил Свою Надежду Не В Боге Потому Что Тот Человек Который Полагается На Бога Он Находится Как Раз И Тогда Такой Человек Стремится Иметь Общение С такими Жи Людьми И Тогда Он Имеет Свидетельство Общение И Тогда Кровь Ишо Машеха Очищает Его От Всякого Греха Это Краткая Сторая Йом Кипура Имеем Мы Свидетельство Теперь Так Вот Тогда Они Имели Тоже Свидетельство Того Что Жертвы Не Принимаются Минора В храме При Наличии Масла Гасла Мы Все Знаем Праздник Хануки Когда По идее Минора Не должна Была Гореть Но Она Горела Это Было Чудо Но Здесь Чудо Было В Другом Масло Было Но Минора Гасло И Это Такое Чудо Которое Не Очень Было Понятно И Нравилось Евреи Чтобы Скрыть Свой Позор Закрывали Двери Храма Двери Которые Должны Были Открывать И Закрывать 20 Левитов Открывались Самостоятельно Что То Это Людям Говорило Они Видели Явно Что Шехина Божье Присутствие Покинуло Храм Но В то же Время Шехина Проявляется На улицах Иерусалима Божье Присутствие Чудеса Божьей Славы Они Происходят Повсеместно На улицах Иерусалима С одной Стороны Они Понимают Что-то Произошло В храме Бога Нету Жертва Не Принимается Храмовые Чудеса Не Происходят Но Тут же Рядом На улицах Иерусалима Через Апостолов Бог В обильной Мере Производит Чудеса И Являет Свою Славу Своё Присутствие Свою Шехину И Многие Из Священников Покорились Верию Они Поняли Что То Что Они Видят Каждый День В храме Свидетельствует О том Что Шехина Покинула Его Но В то же Время Они Видят Что Происходит На улицах Иерусалима И Такие События Подвигали Людей Покоряться Вере Покоряться Евангелию Принимать Своего Машеха И Вот Поэтому Такое Количество Людей В общем-то И Приняли Своего Мессию Это Были Непростые События Это Были Непростые События То что Происходило Было Невероятным Понятно Да Здесь Понятно Почему Такое Количество Евреев Все-таки Обратились Те Которые Сначала Не Приняли Потом В общем-то Видя То что Происходило Обратились К своему Господу Ну и Начинается Еще Одна В общем-то Удивительная Волна Которая Существовала Параллельно Язычники Язычники Они Начинают Принимать Тоже Мессию Первым человеком Который Пошел К язычникам Был Кто у нас? Петр Или Павел Спасибо Все-таки Петр И было Это После Странного Видения Да Петра На крыше Да Когда Петр Сопротивлялся Упорно Есть Некошерное А Бог Уговаривал Петр Ну пожалуйста Покушай Он говорил Не буду И делал Такие Серьезные Утвержения Никогда Ничего Нечисто Я в общем-то Не кушал И сейчас Даже если Ты будешь Просить Не буду Да Так это Все было Десятая Голова И почувствовал Голова И хотел Есть Между тем Как Приготовляли Он пошел В выступлении И увидел Отверстое неба Исходящее К нему Некий Сосуд Как бы Большое Полотно Привязанное За четыре Угла И опускаемое На землю В нем Находились Всякие Четвероногие Земные Звери Присмыкающие Птицы Небесные И был Глаз К нему Встань Петр Заколи Ешь Но Петр Сказал Нет Нет Господи Я никогда Не ел Ничего Скверного Или Нечистого Тогда В другой Раз Был Глаз К нему Что Бог Очистил То Не почитай Нечистым И это Было Трижды И сосуд Опять Поднялся На небо И некоторые Люди Говорят Что Бог Очистил То Не почитай Нечистым Поэтому Кушать Можно Все Кровянку Салом Тоже Можно Я Не возражаю Ничего Никаких Претензий Нет Но Сам Петр Так Не понял Все Это Потому Что Тут Написано Следующее Когда же Петр Недоумевал В себе Что Значило Видение Которое Он Видел То 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 есть Сам Петр Понял Что Оказывается Кровянку Еще Есть Рана Сало Еще Не Надо Кушать У Него Просто Были Мысли Такие Ну Это Что Бог Имел В В Собственно Говоря Когда Он Мне Это Все Показал И Тогда В В Чем То Пришли Там Люди И Сказали Ему Он Понял Что А Можно С Ними Пойти Понятно Да И Когда Петр Пошел Туда Куда В общем То Его Позвали Некоторые Из Братьев Бывшие Евреями Которые Услышали Что Наделал Петр Слегка Возмутились Поведением Петра И Собственно Говоря Предъявили Ему Легкие Претензии По Поводу Того Петр Ты Куда Я Ходил И Что Ты Делал Ну Это Одиннадцатая Голова Когда Петр Пришел В Иерусалим Обрезанные Упрекали Его Говоря Ты Ходил К людям Необрезанным И Ел С ними Петр Начал Пересказывать Им По Порядку То есть Петр По Порядку Начал В общем То Оправдываться И Рассказывать Слушайте Ребята Если Бог Вот Так Вот Сделал Что Я Мог И Когда Они Услышали Этот Рассказ Петра Они В общем-то Успокоились И Сказали Что Тогда Если Бог В общем-то Это Сделал То К тебе Лично Петр У нас Никаких Претензий Нет И Появилась Легкая Проблема Что Делать С Людьми Которые Решили Которые Решили Таки Принять Мессию Израиля И Вопрос Был Нелегким И Собрались Тогда Евреи И Начали Решать Эту Проблему Яне 15 Глава Яне 15 Глава Пока Посмотрите На меня Не читайте Проверим Как Мы Себе Имеем Представление Кто-то Помнит Постановление Первого Иерусалимского Собора Описанное В этом Месте Писания Как Звучит Не Не читаем Просто Мы Помним Значит Звучит Оно Не буквально Дословно Перескажу Значит Суть Следующим Поскольку Духу Святому И Апостолам Было Угодно Принять Это Постановление Постановление Заключало Следующим Уверовавшим Из язычников Вменялось В обязанность Если уж Они решили Принять Ишуа Мессию Соблюдать Как минимум Закон Иное То есть Это Завет Который Был заключен Богом Со всем Человечеством После Водного Потопа Это Минимум Базис Плюс Оговорочка Ибо Закон Мессии По всем Городам Проповедуется Уже В течении С давних Времен Хорошо Я понял Хорошо Вот эта Оговорочка Нас будет Интересовать Вы все Я так Смотрю Пользуетесь В общем-то В основе Своей Синодальной Библии Нормально Меня устраивает Синодальные Знания Все хорошо Меня очень Устраивает И Любопытно Мне Знаки Препинания Иногда Просто Любопытно Вы не Подскажете Мне Сейчас Какой Знак Препинания У вас Стоит Между У вас Каноническое Это 66 Них Сейчас Я тогда Сделаю Еще одно Отступление Маленькое Но пока Меня интересует Знак Препинания Это Синодальный Перевод В общем-то Он везде Одинаковый Между 20-м И 21-м Стихом Точка Точка Ой У кого-то из вас стоит точка А у кого-то продолжение мысли Как вы догадываетесь Я же там знаки Препинания Не расставлял Но в различных Изданиях Даже здесь Стоят Разные знаки Препинания Причем Синодальный Текст Один и тот же У кого-то Уже не кашер Итак На самом деле Мысль Продолжается И мысль Продолжается Удивительным Образом А написать им Чтобы они Воздерживались От оскверненными Идолами От блуда Удавленной И крови И чтобы не делали Другим Того Чего не хотят От себе Потому что Закон Моисеев От древних Родов По всем Городам Имеет Проповедующих Его И читается В синагогах Каждую Субботу Дальше Они говорят Следующую Часть Послушайте Ребята Вот вам Базис С которой Вам надо Стартовать А дальше Идите Учить Закон Моисея Все это Не свелось Только К тому Стиху Двадцатому А дальше Им сказано Идите Учить Закон Моисея Потому что Потом Приходилось Верующим Из язычников Писать Не обманывайтесь Братья Евреи Не обманывались Относительно Того Что Вбийцы Пьяницы Прелюбодеев Скотоложники Мужеложники Царство Божие Наследуют У евреев Таких Светлых Мыслей В голове Не было А у верующих Из язычников Появлялись Такие мысли И поэтому Им приходилось Говорить Не надо Не думайте Так Если бы Вы почитали Вот эту Толстую Книжку Она на тот Момент Кстати Была Только Одна И когда Павел Говорил Что все Писание Бога Духновенно Он не имел Ввиду Новый Завет Он имел Ввиду Писание Еврейское Он имел Ввиду Это Наш Он не имел Ввиду Новый Завет Он не имел Ввиду Брит Хадаш Так 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 Им Говорили Послушайте Вам надо Знать Это Для того Чтобы Понимать Что Делать И если Вы не Будете Знать То Такие Светлые Мысли Как То Что Некоторые Категории Населения Могут Наследовать Царство Божие Вам Уже Не Придут Понятно Тогда Евреи Сидели И решали Судьбу Язычников И Иудеизм В общем-то Был Миссионерской Религией И Шур Говорил Вы Обходите Землю Ища Тех Кого Можно Обратить Ну И Найдя Делайте Его Дальше По Тексту Иудаизм Был Миссионерской Религией И Обращение В Иудаизм Было Как бы Нормальным Геюр Был Нормальным Процессом На тот Момент Времени Достаточно Много Людей Симпатизировало Иудаизму И в Новом Завете Мы можем Найти Специальных Людей Названными Боящимися Бога Это Отдельная Категория Людей Которые Были Очень Близки К Иудаизму Кстати Корнилий Был Таким Человеком Но Даже Такие Люди Продолжали Оставаться Язычниками Эти люди Творили Милостыни Эти люди Молились Богу Авраама И Цхака И Акова Как неудивительно Бог слышал Их молитвы Потому что Написано Когда ангел Явился Корнилий Он сказал Молитвы твои Милостыни Они пришли На память Кому? Значит Бог слышал Их Видение показывал Обращался И слышал Но эти люди Для евреев Оставались Язычниками Потому что Они не сделали Последнего шага Они не стали Под закон Моисея Они не сделали Обрезание И такие люди Оставались Язычниками И вот эти люди Они затруднены Были Они искали Бога Они хотели Но Как бы Иудаизм Накладывал Некоторые Обязательства Которые им По роду Их занятия Было сложно Выполнять Он был Сотником Он был На службе И он не мог Исполнять Некоторые Постановления Закона И осознавая То Что он не Может Этого делать Вот такие люди Как боявшиеся Бога Не могли Стать Полноправными Членами Еврейского Сообщества Это их Останавливало И тогда Апостолы Сидя Решали Что же Делать Не вопрос Был в том Чтобы они Пренебрегали Законом Не вопрос Был в том Чтобы закон Упразднить И как-то Подогнать Под них Вопрос Был в том Чтобы не Затруднять Приход Таких Людей Понимая То Что В общем-то Закон Не нужен Для Оправдания Что Оправдывается Человек Лишь Верой Закон Не нужен Для Оправдания Вот Есть разница Огромная Разница Когда мы Говорим О том Что закон Не нужен Мы должны Понимать Что он Не нужен Для оправдания Потому что Оправдываемся Мы только Верою Но Для жизни На этой Земле Для того Чтобы понимать Волю Божьей Желание Божье Что есть Чисто Что нечисто Что есть Свято Чем мы Можем Угождать Богу И что Он не Приемлет Закон Нам нужен Он Он Добр И Хорош И Заповедь В общем-то По большому счету Святая Понятно Да Он Не нужен Для Оправдания Они говорят Послушайте Основа Всего Это Ешуа Это Оправдание Через Веру Поэтому Сделаем Как бы Путь Смыслу Центру Жизни Более Легким Для этих Людей Не будем Затруднять Им Приход К Мессии Скажем Им Начальные Условия И потом Научим И всему Остальному Чтобы Мы правильно Понимали На самом Деле Это то Что говорили Равины Людям Которые Хотят Пройти Геюр Формула Геюра Или обращение В Геюр Была Очень Простая Скажем Некоторое Количество Легких Заповедей И Тяжелых И Если он Согласен Добро Пожаловать А потом Научим Всему Остальному Понятно Геюр По прежнему Он Таков Просто Там Есть Еще Ряд Галактических Постановлений Которые Затягивают Путь На полтора Года До Сегодняшнего дня Ну Это Уже Лирика Процесса Но Изначально Если мы Посмотрим Труды Равинов И Галактические Постановления О Геюре То мы Узнаем Что он Был Очень Простым Нужно Было Сказать Несколько Простых Правил Одно Или два Сложных И если Человек Согласен То в общем-то Пожаловать Становитесь Ребята Под Закон И Тогда Апостол Приходит И Говорит Послушайте Давай Дадим Ему Этому Язычнику Желающему Принять Бога Абрама Ацхака Яков Желающему Принять Ешоам Ашеах Элементарные Правила Которым Он Должен Руководствоваться А потом Пускай Он Учится Всему Остальному Но При всем При этом Они Ставили Их Под Клятву Закона И Это Было В общем-то Причиной Конфликта Мессианских Верующих В частности Апостола Шауля С Иудеями Продолжающими Исполнять Закон Это Было Причиной Конфликта Галатам 5 глава 11 стих Галатам 5 глава 11 стих За что же Гонят Меня Братья Если Я И теперь Проповедую Обрезание Тогда Соблазн Креста Прикатился Апостол Шауля Говорит Что Единственное За что Гонят Его Братья Это За то Что Он Не Проповедует Обрезание За то Что Он Позволяет Верующим Из Язычников Войти В число Народа Божьего Не Проходя Стандартную Процедуру Геюра И Это Достаточно Серьезный Конфликт И Апостол Шауль Был Ярым Противником Обрезания Верующих Из Язычников Но Абсолютно Непонятное Его Поведение В 21 Главе Деяний Когда Он Не Выступает Против Обрезания Еврейских Мальчиков И Здесь Он Как бы Занимает Такую Непонятную Позицию С одной Стороны Он Выступает Ярым Противником Обрезания С другой Стороны Он Говорит Никаких Проблем Обрезания Еврейских Мальчиков Я не Вижу Какой Он Такой Непоследовательный Этот Шауль Был 21 Глава Деяний 20 Стих Может С 19 И Дальше Приветствовал Павел Рассказал Подробно Что сотворил Бог Уязычникам Служением Его Они же Выслушав Прославили Бога И сказали Ему Видишь Брат Сколько Десятков Тысяч Уверовавших Иудеев И все Они Ревнители Закона Упс Первая Деталь Евреи Которые Приняли Мессию Они Продолжают Исполнять Закон Они Понимают Что В общем То Как Некоторые Говорят Ешуа Конец Закона На самом Деле Ешуа Цель Закона Да Они Все Понимают Что Жертвы Уже Не Принимаются В храме Шахина Покинула Храм Они Все Это Понимают У них С глазами Хорошо С головой Тоже Они Во всем Этем В общем То Жили Все Это Непрекрасно Понимают Да Но При всем При этом Продолжают Ревностно Исполнять Закон Что С ними Происходит Странно 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 Непонятно Но я Не нашел Места Писания Которое Бы Говорило О том Что Все Если Ты Был Евреем Стоял Под Законом То Теперь Тебе Разрешено Пренебрегать Им Ну Я Не нашел Понятно Да Такого Там Нет Они Родились В В этом Они Жили В этом Естественно Они Продолжали Исполнять Это И Здесь Они Говорят А тебе Наслышались Они Что Ты Всех Иудеев Живущих Между Язычниками Учишь Отступлению От Моисея Говорят Чтобы Они Не Обрезали Детей Своих И Не Поступали По Обычаю Вопрос Упирается В Обрезания Они Слышали Что Какой-то Конфликт С Обрезанием Все-таки В служении Павла Существует Слышали Они Они Очевидно Слышали Что Павел Является Неким Противником Обрезания И Они 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 Что Ты Учишь И Их Не Интересовали Собственно Говоря Верующие Из Язычников Потому Что 15 Лова Постановление Первого Иерусалимского Собора Уже Позади Они Говорят Вот Тут Вопрос Что Ты Учишь Отступлению От Закона Говоря О том Что Еврейских Мальчиков Не Надо Обрезан Говорит Так Вот Сделай Что Мы Скажем Тебе Есть У Нас Четыре Человека Имеющих На Себе Обед Взял Их Очисть С ними Возьми На Себя Издержки За Жертву За Них Чтобы Острелить Себе Голову И Узнать Все Что Слышанное Имя Тебе Несправедливо Но Что И Сам Ты Продолжаешь Соблюдать Что Мама Дорогая Так Он Ходил К Язычникам Ел С ними Он же Был Для Язычников Как Язычник И Павел Наверное Возмущенный Этим Предложением Говорит Послушайте Что Вы Так Говорите Я Для Язычников Как Язычник Какие Законы Какое Обрезание О Чем Речь Или Павел Говорит Совсем Другие Вещи Тогда Павел Взял Мужей И Очистился С ними И Он Это Сделал Как Свидетельство Того Что Он Сам Ничего Против Не Имеет Обрезание Еврейских Мальчиков И Собственно Сам Продолжает Исполнять Может Те Которые Говорят О том Что Павел Для Язычников Был Как Язычник Не Совсем Поняли Павел Что Он Имел Ввиду Когда Он Это Говорил Или Павел Был Лицемером И Обманщиком Тут Жиз Дилемма Очень Простая Либо Люди Которые Приводят Эти места Писания Не Совсем Понимают Что Павел Имел Ввиду Либо Павел Обманщик Нам Надо Выбрать Может Они Не Совсем Понимают Понятно Да И Почему Павел Не Возражал Против Обрезания Еврейских Мальчиков Мы Узнаем После Перерыва Почему Ж В общем Шауль Не Возражал Против Обрезания Еврейских Мальчиков И Очень Жестко Возражал Против Обрезания Верующих Из Язычников Что Он Так Не Люблю В общем То Еврейских Мальчиков Ничего Закон Соблюдать Надо А Тем Вот Которые А Те Могли Убежать Куда Бо Они Убежали А Если Обрежут То Не Убегут На Оборот Все Почему В чем В чем Послушайте Ну Явно Какая Это Непонятная Позиция Я попытаюсь Ответить В направлении Павел Промолчал Как бы Поддержал Обрезание Мальчиков В связи с тем Что Претендовали По соблюдению Закона Моисеева А Почему Он Отказался Обрезать Язычников Потому Что Уже Тут Был Ишо И Как бы Тут Более Играло Роль Духовное Обрезание Признание Ишо Скажите Пожалуйста Мы Будем Последовать Не Попробуйте Еще раз Ответить Он Принял Ишо Сам Шауль И После того Как он Принял Сам Ишо И понимал О важности Духовного Обрезания Он Не возражает Против Физического Обрезания Еврейских Мальчиков Соблюдение Традиции Это Была Ихняя Традиция От Моисеева О соблюдении Закона Митсва Митсва Значит Обрезание Это Было Митсва Для Всего Еврейского Народа Потому Что Обрезание Было Знаком Завета Который Бог Заключился Авраамом Это Вне Моисеева Закон Пожалуйста Никаких Претензий Нет Вопросов Нет Но Скажите Пожалуйста Верующий Из Язычников Который Хотел Войти В число Избранного Народа И Хотел Носить Такой Ж Знак И Исполнить Ту же Самую Митсу То Шеуль Говорил Вам Нельзя Он Не Говорил Нельзя Это Не Являлось Обязательным Нет Он Выступал Ярко Против Обрезание Верующих Из Языч Я Думаю Что Не Надо Оформить Мысль Я Думаю Что Если Человек Из Не Язычников Обрезывается Тогда Он Берет На Себя Обязательство Исполнять Весь Закон А Если Еврейский Мальчик Обрезывать Он Тоже Самое Нет Дело Я Хочу Услышать Послушайте Есть Простое Логичное Объяснение Я думаю Что Евреи Все равно Остаются Евреями А Язычники Нет Нет В том Плане Что Все таки Бог Даже Несмотря На То Что Значит Он Вот Как Ишо Говорил Что Я Пришел К погибшим Овцам Дома Израилева Но Есть Еще Овцы Которых Наглежит Мне Привести К этому Двору Значит И вот В этом Общем Дворе Все таки Евреи Должны Сохраняться Именно Как Евреи Смотрите В общем В общем Есть Два Человека Да И этот Человек Рожденный Под Плоти От Семени Авраама Цхака Иакова Его Обрезывают На Восьмой День Этот Человек Нерожденный По Плоти Таврама Ицхака Иакова Хочет Войти В народ Божий В общем-то Дверь Гиюра Или обращение В лоно Иудаизма Она была Открыта Маленькая Малое Количество Людей Туда Вошло Но Она Была Открыта Для Всех Желающих Потом Наступает Событие В Истории Человечества Приходит Машех Он Умирает Воскресает На Третий День Умирает За грехи Наши Воскресает На Третий День Для Нашего Оправдания Да И уже Важна Вера Спасибо И В этот Период Апостол Шеуль Идет К этим Людям К этим Людям И он Говорит Вот вам Категорически Запрещено Обрезываться И причем Он говорит За что Меня еще Гнать Если бы Я Проповедовал Обрезание То есть Если бы Я Проповедовал Тот Старый Путь То конфликта С моими Братьями Иудеями Не существовало Бы вообще Но на сегодняшний день Он говорит Послушайте Вам нельзя Обрезаться И когда Пришли люди К обращенным В христианство Принявшим Ешова машине Верующим Из язычников Пришли евреи И сказали Слушайте Вам только Одного Не хватает Ну нормальные Хорошие ребята Вот только одно Давайте мы вас Обрежем Апостол Шеуль Говорит Лучше бы им Тоже что-нибудь Обрезать Ну уже по-настоящему И он выступает Ярким противником Против Обрезания Когда он Приходит В Ярусалим Другие Верующие Евреи Исполнители Закона Говорит Послушай Там о тебе Такие гадости Говорят Ты вот это Ходишь там У язычников Все нормально Мы претензий Не имеем Проповедую На здоровье Все хорошо Но вот они говорят О том что ты учишь Тому Что не нужно Исполнять закон В той частности В той части Ты учишь Отступление От закона Моисея Что не нужно Обрезать Вот этих Так вот Чтоб все знали Что ты не учишь Тому Чтоб вот этих Обрезать Не нужно И ты За то что Этих обрезать Нужно Сделай то Что мы говорим Относительно Вот этих Ребят У нас Претензий К тебе нет Пожалуйста Пускай Остаются Не обрезанными А вот этих Не трогай Пускай Обрезаются Понятный Вопрос Теперь Да То есть Был раньше Один путь А теперь Что-то Изменилось И Шауль Как апостол Язычников Возражает Я против Вот эти Пускай Исполняют Митсу Потому что Она была Еще до Закона Дорова на Аврааму Они носят Печать Завета И раньше Вот эти Эту же Самую Печать Могли Носить А теперь Мы тут Посовещались И решили Что вот теперь Вот эти Эту Печать И эту Митсу Не должны Носить Не имеют Права Носить И мы Категорически Против Того Чтобы Они ее Носили Понятно Да Теперь Понятен Смысл Вопрос Почему Он так Себе Ведет Что Он Имеет Ввиду Почему Он Не возражает Против Обрезания Вот этих И категорически Против Обрезания Этих Я Наверное Сейчас Отвечу Именно Из Своих Внутренних Соображений Потому Что У меня В принципе Достаточно Недавно Стоял Такой Вопрос Обрезаться Не Обрезаться Изучал Писание Ответа Конкретного Не Нашел Но Внутренне У меня Было Свидетельство Что Обрезаться Ни в коем Случа Нельзя Когда Я Спросил Почему Значит Ответ Мне Был Такой Значит Ты Должен Быть Свидетелем Для Возбуждения Ревности В моем Народе Скажем Так То есть Если Я Обрежусь Я Сольюсь И Я Не Там Не Буду Ни Своим Ни Здесь А Так Я Как Уверовавший Из Язычников Значит Являюсь Ярким Свидетельством Того Что Может Сделать Божья Благодать Для тех Евреев Которые Не Принимают Как Евреи Как Народом Был Завет Заключенный Было Обещание Что Допустим Придет Обрезание А Язычникам Дано По Благодати Обрезание Что Ну Не Обрезание А Обещание Которые Постановления Были Евреям Значит По Закону Да А Этим По Благодати Я Не Нашел Ваших Ответах Того Ответа Которого Я Ожидаю Все Так Еще Какие То Мнения Слушайте Есть Явный Конфликт Как То Делали Ну Как То Ж Делали Понятно Потом Приходит Кто То И Говорит Послушайте Так Делать Не Надо И Причем У Всех Остальных Которые Так Делали Вчера И Третьего Дня Вот Это Мнение Вызывает Некое Возмущение Понятно Они Они Послушай Павел Ты Не Прав Павел Я Точно Знаю Что Я Прав И Вот Этих Ни В Коем Случа Не Обрезывать И Возникает Конфликт Павел Начинает Гнать Ну Казалось Б Павел Ну Че Какая Разница Обрезаются Ну Что Тебе Жалко Я Понимаю Что Жалко Больно Ну Что Потерпят Пускай Все Терпят Ничего Раньше Терпели Обрезывали Все Нормально Было Тихо Хорошо Спокойно К чему Этот Кипиш Павел Павел Говорит Нет Я Против Но Если Ты Против Обрезания Этих То Пускай Этих Не Обрезаются Нет С этими Нормально Этих Не Жалко Ну Как В том Старом Анекдоте Я Его Не Рекомендую Рассказывать В Присутствии Женщин Если Муж Еврея А Жена Не Еврейка Потому Что Я Имел Такую В общем То Опрометчивую Историю Жена Очень Сильно Обиделась Один Еврейский Мальчик Решил Жениться На Русской Ну И Понятно Что Его Все Отговаривали Ничего Ничего Не Удавалось Ну Как Последний Довод Пошли К Равину Отвели Его Говорит Ну Слушай Ну Хоть Ты Его Вразуми И Равин Начинает С ним Беседовать Говорит Послушай Ну Ты Что Не Можешь Найти Говорит Хорошую Красивую Еврейскую Девочку Зачем Тебе Это Надо Ну Женись На Еврейке Ну Все Будут Спокойны И Счастливы Зачем Этот Кипиш В этом Доме Ты Видишь Как Родители Расстраиваются Неужели Тебе Тяжело Говорит Рэба Знаете Еврейские Девушки Они Такие Все Больные Ой Можно Подумать Русские Не Более Ты Что Говорит Да Рэба Я знаю Но Их Не Так Жалко Так Вот Что Шаулю Было Не Так Жалко Еврейских Мальчиков В чем Ну Собственно Говоря Проблема Из-за Чего Сырбор В общем То Такое Движение Ну Конфликты С Евреями Почему Он Имел Внутри Такую Жесткую Непримиримую Позицию Ну Ступил Б Какая Разница Неужели Ему Так Жалко Было Вот Эти Не Даже Жалко Должно Было Есть Идея В продолжении Того же Значит Я думаю Что все таки Бог В своем Замысле Определил Евреев Сохранить Как самобытный Народ Тем более Что в книге Откровений Там Интересное Перечисление Идет Людей Стоящих Перед Престолом То есть По 12 тысяч Из каждого Колена И великое Множество Пришедших Из всех Народов Языков Племен То есть Евреи И здесь Даже Стоят Особым Образом Как Священникам Согласен Но почему До этого Им можно было Обрезываться Верующим Язычников А потом Нельзя Дело в том Что тут Уже Открылась Можно сказать Так Широкая Дверь Господу И в результате Еврейский Народ Мог бы Просто Очень легко Ассимилироваться Хорошо Мы тогда Порассуждаем Чуть позже Какую Прегаду Разрушил Господь Стоявшую Между ними Но На самом деле Я больше Не буду Вас мучить Попробую Ответить Теперь я Скажите Мне пожалуйста Мы знаем О том Что это Заповедь Была Еще Авраам И в общем-то Какую Ответственность Имел Мальчик Вот этот Мальчик За то Что его Обрезывают 8 дней Там папа С мамой Приняли решение Его обрезали Почему Потому что Его В общем-то Никто Не спрашивал Можно Конечно Было Спросить Ты не Против Но Ответ Тяжело Было Распознать Ну И поэтому Они По умолчанию Решали Что он Не Против И Обрезали Этот Мальчик Никакой Ответственности Собственно Говоря Не Нес А вот Этот Мальчик Который Чуть-чуть Побольше Этот Мальчик Который Чуть-чуть Побольше Он Что-то Узнавал В своей Жизне Он Узнавал Что Все Согрешили И лишены Славы Божьей Нет Праведного Ни одного Никто Не Оправдается По Закону И Оправдание К человеку Приходит Только Благодаря Его Вере Мишо Миссия Здесь Нельзя Нельзя Его Исполнить Он Понимает Это Что Оправдание Возможно Только По Вере Приходит Другой Умный Человек И говорит Слушай Тебе Только Одного Не Хватает Стань Под Закон Стань Под Закон И Апостол Шеуль Говорит Вы Что С Ума Все Сошли Вы Что Не Понимаете Что Исполнить Закон Невозможно Понимаете Значит Становясь Под Закон Сознательно Понимая Что Его Исполнить Невозможно Вы Становитесь Клятва Преступниками Сознательно Вы Заведомо Зная О том Что Не Можете Исполнить Это Обещание Берете Его На Что Вы Делаете Зачем Вы Перед Богом Берете Обещание Которое Исполнить Все Равно Не Сможете Лично Я Как Апостол Шауль Против Таких Обещаний А Следовательно Я Категорически Против Того Чтобы Вы Становились Под Обрезание Есть Разница В Еврейских Мальчиков И В Осознанном Решении Стать Под Закон Заведомо Зная Что Его Исполнить Невозможно Понятно Теперь О чем Мне Дреть А Ну Вот Это Ну И родители Решили Обречь Его Только Не Сильно Но Это В Другом Анекдоте Вот Деяние 15 Глава Значит По Долгом Рассуждении Петр Встав Сказал им Мужи Братья Вы Знаете Что Бог Одни Первых Избрал Из Меня Чтобы Из Моих Уст Язычники Услышали Слово Евангелие И Уверовали И Сердцеведец Бог Дал им Свидетельство Даровав Им Духа Святого Как И Нам И Не Положил Никакого Различия Между Нами И И Ими Верою Очистив Их Сердца Что Ж Вы Ныне Искушаете Бога Желая Возложить На Вы Учеников Иго Которого Не Могли Понести Ни Так что Хорошее Подтверждение Не Стоило Что Мы Хотим Зачем Нам Это И Шауль Говорит Послушайте Нет Никакого Смысла Если Вы Хотите Это Сделать Ну Нет Проблем Но Смысл Вы Тогда Не Вкладывайте Тот Который Вкладывает В общем То Евреи В этот Смысл Если Кому То Очень Хочется Можно Пойти В Поликлинику Да Там За 250 Долларов Могут Сделать Эту Операцию 250 Долларов Да Это Очень Дорого Очень В Синагоге Намного Дешевле Но Дольше Да Раньше Было Проще Полтора Два Года И Все Нормально И Бесплатно Я Думаю Что Мы Обрезание Посвятили Достаточно Много Времени Я Понимаю Это Был Животрепещущий Вопрос Особенно Для Сестер Ну Вам Пришлось Пострадать За Братья Что Такое Вам До Чего Переживать Во-первых Это Красиво Во-первых Это Красиво Потому Потому что Мы Будем Говорить О том Что Человечество Должно Было Возрасти К тому Возрасту Когда Оно Было Способно Принять Ешуа Ешуа Закон Нас Подводит Он Является Детоводителем К Ешуа Почему Потому что Закон Показывает Святость Чистоту Бога Нравственность Что Это Такое И Тогда Когда Человек Начинает Понимать Эти Понятия Он Начинает Понимать Свою Собственную Несостоятельность Перед Всевышним И Тогда Человек Начинает Нуждаться В Искупителе И Нравственность Это Абсолютное Понятие Нравственность Это Абсолютное Понятие Которое Было Дано Только Одному Народу На Сегодняшний День Существует Много Комбинаций Но Основных Три Мировоззрения Основных Существует Только Три Мировоззрения Первое Мировоззрение В простонародье Называется Материализм Посмотрим Немного На Это Мировоззрение Бросим Легкий Взгляд Мы Выросли Все На территории Постсоветского Пространства Если я Не ошибся Да И Были Воспитаны В общем-то В материалистическом Мировоззрении Один Из основных Догматов Материалистического Мировоззрения Материя Первична И Что? И Вечно Спасибо Материя Первична И Вечно Если Вы Занимались Физикой То Вы Должны Были Знать Такой Закон Энтропии Всякая Система Или Материя Стремится К Разрушению Вопрос Может ли Быть Вечным То Что Стремится Легкий Конфликт В основании Системы Дальше Умные Материалисты Говорят О системе Эволюции О Теории Эволюции Хорошая Теория Теория Случайности Или Хаоса Теория Хаоса Скажите Пожалуйста У Хаоса Есть Закономерность Это Случай Но Все Что Окружает Нас Это Какие Законы Странно А нам Говорят Что Все Случайно Но Законы При этом Есть Какие Могут Быть Законы У Случайности Непонятно Случайные Законы Но Еще Хуже Другая Часть Может Ли Быть У Случайности Цель Нет Здесь Нет Здесь Нет Здесь Нет Итак Скажите Мне Пожалуйста Хороша Ли Система Для Жизни В Начале Которая Лежит Конфликт В Которой Отсутствуют Законы И Причины Следственной Связи И Система В Которой Нет Конечной Цели Хорошо Жить В Такой Штуке Отличная Система Для Жизни Такая Система Может Дать Ответы На Жизненно Важные Вопросы Нет Понятие Нравственности Добра И Зла В Данной Системе Отсутствуют Заменяется Понятием Прагматизма Что Для Меня Является Хорошо То Добро Что Для Меня Является Плохо То Соответственно Зло И Эта Система Пытается Все время Решить Вопрос Конфликта Между Личностью И Обществом Выдвигая Различные Измы Понятно Да Последний Демократизм Гадость Редкая Точно Такая Же Как Гуманизм Когда Люди Пытаются Дать Понятие Добра И Зла И Справедливости Установить Собственное Понятие По Большинству Вопреки Тому Что Бог Даровал С этой Системой Понятно Отличная Система Для Жизни С другой С другой С другой С другой С другой С другой В простонародье Язычество Да Или вера В духов Что Там Первичная Материя Здесь Первично Все Духовное Все Зависит От того Как Духи На это Посмотрят Поэтому Основная Задача Человека Договориться С духами Ну Если Пускай Не помогает То Хотя Пускай Не мешает Мы Им Чего То Дадим А Они Нас Трогать Не Будут Понятно Да Здесь Здесь Добро И Зло Добро И Зло Как Понятия Отсутствуют Заменены Дуализмом И Вся Эта Система В общем-то Достаточно Двойственна Или Дуалистическая Неизвестно Что Из Добро Неизвестно Что Из Зло Зло Перетекает Добро Равно Как И Добро Перетекает Во Зло То Что Для Одного Человека Является Злом Для Другого Человека Является Добром Значок Такой Знаком Я не буду Закрашивать Доброе Зло Взаимно Проникает В Друг Друга Поэтому Они Здесь Собственно Говоря Отсутствуют Они Борются Все Время Существует Здесь Причина Следственной Связи Причина Следственной Связи Отсутствует Цель Цель Соответственно Тоже Отсутствует Все Очень В мире Двойственно Относительно Пожалуйста Посредине Находятся Ненормальные Евреи Которым Бог дал Закон Как дар И понятия Добра И зла Даны Абсолютными Открыто Основание Где Выступает Творец Сотворивший Все Духовно И Материально Давший Всему Определение И уставы И законы Давший Человеку Такой Дар Как Понимание Добра И зла И справедливости Как Абсолютные Понятия Которые Неразрывно Связаны С Творцом А не Даны На откуп Человеку Разберитесь С этим Сами И И уже Был Дан Закон Второзаконие Четвертая Глава Восьмой Стих Второзаконие Четвертая Глава Восьмой Стих Если Какой Великий Народ У которого Были бы Такие Справедливые Постановление Законы Как Весь Закон Сей Который Я Предлагаю Вам Сегодня Он спрашивает Собственно говоря Понятие Справедливости Добра И зла Откуда Исходит Из Закона И Кто Его Дал Говорит Я У кого-то Еще Есть Понятно Ответ Понятен Что Нет И Понятие Добра И зла Это Не Эволюционирующие Понятия Они Абсолютные Потому что Они Пришли От Творца И Это Дар Только Человеку Никто Не Имеет Понятия Нравственности Добра И Зла Кроме Человека На Этой Земле Животное Мучается Вообще Вопросами Это я Хорошо поступил Или плохо Мучаются Несовестью Нравственность У них Есть Или Они Свободны От Таких вещей Они Свободны Только Человек Получил Это Как Дар И В общем-то Каждый Без Исключения Хорошо Можно Почитать Первую Главу Послание Кремлина Там Это Все Описано Сейчас Мы Этого Делать Не Будем Просто Себе Запишите И Эти Понятия Даны Как Данность Человеку Имеет Неизменимые Свойства От Того Момента Как Они Даны Потому Что Даны Они Творцом И Никогда Не Изменятся И Для Того Чтобы Нам Узнать Об Этом Нам Нужно Открыть Танах И Вот Здесь Когда мы Говорим О Торе Или Танах Мы Должны Понимать Некоторые Вещи Что Мы Подразумеваем Когда Мы Говорим Брит Хадаша Что Каждый Из Нас Понимает Я Очень Люблю Анекдот Про Белочку Знаете Нет Не Я Написал Это Когда Пастырь Приходит В церковь В Воскресную Школу И Заходит В Класс К Детям И Решил Пошутить Загадать Им Загадку Говорит Маленькая Рыженькая Хвостатая По деревням Прыгает Орешки Грызет Кто Это Машенька Тянет Ручку Говорит Да Машенька Говори Говорит Я знаю Пастырь Что Правильный Ответ Иисус Ну Так На Белочку Похоже Так Я знаю Правильный Ответ Но На самом деле Вы Представляете Себе Я Хорошо Показал Такую Правую Или Левую Часть Вот Это Какая Часть Называется Бред Ноживая Туда Написано А Вот Это Которая Потолще Это Тонав Да И Многие Люди Представляют Что Вот Это Противоположность Вот Этому Ну Так Многие Люди Думают Что Это Противопоставляется Вот Этому И Вот Это Уже Никому Не Надо А Вот Это Вот Это Основа Основ угодное и совершенное. Откуда? Только вот так. Разделить нельзя. Все. Понятно, да? Итак, мы получили это как данность. И жертвы, они не являлись целью или самоцелью закона. Жертва не имела абсолютной ценности. Потому что если бы жертва имела абсолютную ценность, тогда бы Бог ее был обязан принимать. Но мы знаем, когда Бог, в общем-то, отворачивался от жертв, и говорил, что это мерзость. Жертвы, которые приносились в установленном месте, в установленном порядке, священниками. Но если человек пренебрегал самим законом, если человек жил, попирая закон, говорил, такие жертвы мерзость. Понятно, да? То есть понятие нравственности, оно было дано как данность, и жертва не была целью или самоцелью закона. Жертва не является чем-то таким ценным для Бога. и исполнение ритуальной чистоты не было самоцелью закона. Оно подводило к пониманию чего-то. и было лишь ступенью, необходимой для продвижения человека к Богу. Здесь все понятно? Понятно, где самая здоровая система? Чисто с логической точки зрения. Многие материалисты говорят, послушайте, вы, ну, ущербные немножко люди. Если бы у вас было чуть-чуть логики, то вы бы никогда не пришли сюда. Вы бы всегда были вот здесь. Я спрашиваю, а у вас хорошо с элементарной логикой? В основании системы конфликта отсутствие законов, причинно-следственных связей, отсутствие конечной цели и отсутствие понятия добра, зла и справедливости. Вам комфортно в такой системе жить? Все хорошо? У вас хорошо с логикой? Здесь вообще как бы тяжело. Кстати, вы знаете, что люди легко сочетают вот эту часть и вот эту? Для людей нет проблем быть материалистами и верить в приметы. Ну, там, постучать по дереву, ну, дальше по тексту. Я понял, все здесь продвинутые. Я поэтому вопросы не задавал, что если бы я задал вопрос, перечисляли бы вы, судя по всему, долго. И мы бы узнали некоторые новые приметы, которые некоторые из нас даже не слышали. Ага, все нормально. Все хорошо. Я знаю, я в различных аудиториях задавал этот вопрос, потом я перестал. Тяжело остановить. Причем некоторые слушающих переспрашивают и уточняют. Мне все время интересно, зачем они это делают. Ну, чисто с практической точки зрения. Зачем вам это знать? Ну, так, с интересом. Всегда живо это проходит, дискуссия. Поверьте, это не шуток. Итак, мы видим первую ступень, на которую должен был стать человек на пути к Богу. И эта ступень называлась ритуальная чистота. Это было необходимое условие по пути приближения к Богу. Вторая ступень. Вторая ступень. Нравственная чистота. Принесение жертвы за грех и очищение. И, как это ни странно, люди очень образованы, много могут полемизировать на тему нравственности. Очень много. Но достигнуть такой чистоты они не могут. Они могут только на эту тему поговорить, достигнуть нравственной чистоты человек самостоятельно не может. И мы здесь должны понимать нечто, что понимают евреи. Что когда-то было очень ясно и понятно. И сегодня, в общем-то, несколько изменилось, и мы об этом будем дальше говорить. что по идее прощение есть невероятнейший дар Бога. Очищение является невероятнейшим даром Бога. Потому что грех, он отделяет человека от Бога. Это понятно? Послушайте, если грех отделил меня от Творца, как я могу к Нему приблизиться для того, чтобы получить прощение? Как? Я не могу к Нему приблизиться. Я не могу принести жертву, потому что грех отделил меня. Все, что может человек, он может издалека просить разрешения, милости, чтобы Бог позволил ему пойти по этому пути дшуы. Он не может свободно принести жертву, потому что уже он согрешил, уже это его отделяло. И Бог, он по своей милости давал возможность принести эту жертву. и он ее принимал. И человек получал ощущение нравственной чистоты. Многие люди в этом мире могут говорить и полемизировать на тему нравственности. Но как люди, принявшие Ешуа своим Господом и Спасителем, каждый из нас ощущал определенное состояние легкости и чистоты после нашего покаяния. Мы понимали, что мы очищены. Понятно, о чем идет речь? Мы понимали, что мы очищены. И любой человек, который не стал на этот путь, не может понять, о чем идет речь. Он может только рассказывать. Но достигнуть чистоты, не придя к Творцу, невозможно. И вот в этом был смысл закона. И в этом доброта Синайского закона к человеку. И мы видим, что в Новом Завете нету требований ритуальной чистоты. В Бритхадаша нету требований достижения ритуальной чистоты. Невозможно достигнуть ритуальной чистоты в Новом Завете, потому что для этого нужен жертвенник, ну и как минимум рожайте лица. Понятно, да? там есть определенные условия для достижения как бы ритуальной чистоты. В Новом Завете мы этого не видим. Ну а что мы видим в Новом Завете? мы услышим после перерыва. Когда мы смотрим в Бритхадаша мы видим две ступени. Но первая ступень это нравственная. А вторая истинная чистота. Странно, да? истинная тупень истинная изглуба. Нормально. Значит, о чем идет речь? Здесь нельзя было приступать к достижению нравственной чистоты, будучи ритуально? В Бритхадыша нельзя приступать к достижению истинной чистоты, будучи нравственно нечистыми. Последствия такого поведения аналогичны последствиям в Синайском законе. Первое послание апостола Шауля к Коринфянам, 11 глава, с 28 стиха. Первое послание, 11 глава, с 28 стиха. «Да испытываешь же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба всего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». «Не рассуждая». Очень интересный термин. Скоро будет пасхальный седр, и вы будете рассуждать над некоторыми вещами. Это терминология оттуда. «Рассуждать». «О чем-то». Что есть чистое, что нечистое. Что свято, что не свято. И когда люди приступают к истинной чистоте, не рассуждая, будучи нравственно нечистыми, немало больны, и многие что? Понятно, что принцип остался неизменным. Бог чему-то научал человека. Открывая нравственную чистоту, Он говорил о том, что есть определенные условия к тому, чтобы достигнуть ее. И открыв истинную чистоту, Он говорит, «Да, я открыл ее вам, но есть определенные условия, чтобы ее достигнуть». Понятно? Это очень хорошо было понятно евреям, живущим во времена Синайского закона. Но не всегда понятно нам, верующим в Новом Завете. Потому что некоторые вещи, о которых идет речь, мы понимаем, как нечто само собой разумеющееся и автоматическое. Но когда мы смотрим еврейскую традицию, мы понимаем, что то, что мы считаем само собой разумеющимся и как бы автоматическим, таким не является. когда мы говорим о пути Чувы, то мы понимаем, и это путь прощения, очищения и освящения. И когда мы просим нас простить, то Бог нас прощает. Но мы должны еще очиститься. И Бог нам в этом поможет. А мы должны еще и освятиться. И святой должен освящаться еще. И это путь. Это процесс. А не нечто само собой разумеющееся, наступающее одновременно, все сразу, как только мне сказал, ну прости меня. Я шпакался, все. Поэтому ты уже как бы мне должен простить, очистить и заодно еще и освятить. А я буду жить дальше, как уже получится. Нечто, да? Рассуждая, мы как бы, если успеем на этой неделе, мы посмотрим в праздник такой, Рошхашина. Он очень интересный. Рошхашина, Дни Трепета и Йом Кипур. Как путь шуы. Как путь, как процесс. Понятно, да? Были определенные ступени этого процесса, по которому мы шли и по которому мы должны идти, находясь уже и в Брит-Хадаша. И что-то произошло в жизни и в истории всего нашего народа, когда храм был разрушен. когда храм был разрушен для иудеев, это была величайшая катастрофа. Величайшая катастрофа. Потому что тот путь, по которому они приходили к своему Богу, стал невозможен для одних, которые не приняли Иешуа Мессией, но для других остался путь прихода к Богу через жертву Мессии. Это была трагедия для одних и для других. Нельзя сказать, что те, которые приняли Мессию, сказали «Ес! Так вам и надо!» Они печалились. Они печалились, потому что по-прежнему храм – это было то место на земле, которое Бог избрал для себя. Израиль – это то место, которое Бог определил для обитания всего народа евреевского. Это была святыня. По-прежнему они приходили в храм, поклонялись, приносили положенные жертвы. И это не было чем-то таким легким для евреев, принявших мессию. Но для евреев, не принявших мессию, это была катастрофа. Потому что невозможно было стать на первую ступень ритуальной чистоты. Ее нельзя было достигнуть. А, соответственно, о второй уже не приходилось говорить. И евреи понимали, что они не чисты. И были некоторые, которые отказались есть мясо. Тогда им сказали, послушайте, ну, собственно говоря, его еще тоже не ешьте. Мясо они отказались есть, потому что первенцы не приносились в храм. Но и урожай, с которого не уплачено было десяти на весь, был не кошер. Если на суккот вода не возливалась под жертвенник, вода была тоже, в общем-то, собственно говоря, не совсем чистой. И о нравственном очищении уже не приходилось говорить. Но это было не так для евреев, принявших мессию. Потому что у них оставался путь. Достижение нравственной чистоты и истинной чистоты. Понятно, да? И здесь разразилась величайшая трагедия. Потому что до этого момента были различные течения внутри иудаизма. И мессианские евреи, они были лишь частью в этих течениях. Понятно, да? Они были частью, храм был, они приняли мессию, но они продолжали ходить в храм, они продолжали поклоняться все вместе. Они верили в разные вещи, но это была одна религия. Это было одно поклонение, это был один народ. И они были частью, составной частью. Но когда храм был разрушен, все изменилось. Потому что невозможно уже этим было стоять на пути Божьем. А мессианские евреи стояли на том пути, который им был обещан. Они продолжали стоять на пути, который вел их к Богу. Те же евреи, которые не стали на этот путь, не могли приблизиться к Богу, как бы они ни хотели, потому что храма не существовало. И здесь наступил раскол. И возникла новая истинная религия, основателем которой был Еханан Бензакай, отцом которой стал раби Акива. Понятно, да? Вот здесь время разрушения храма, переломный момент, который произошел в истории Израиля. И на сегодняшний день ортодоксальные евреи утверждают о том, что они, и только они наследуют раввинистический иудаизм, являются продолжателем вот того иудаизма храмового, который был. Они правоприемники храмового иудаизма, раввинистический иудаизма. Но это, мягко говоря, неправда. Единственными правоприемниками иудаизма, библейского, храмового иудаизма, являются только мессианские евреи. Понятно, нет? Странно немножко звучит на сегодняшний момент. На сегодняшний день многие из верующих в мессианских общинах очень хотят быть сопричислены к синагоге, потому что они чувствуют вот там вот, как бы, в своей корне, вот там вот это иудаизм, настоящий такой. Это не так. Настоящий иудаизм существует только в Ешуа. И за его границами нету ничего. Там пустота. Поэтому вот здесь что-то произошло. И вот это разделение, которое произошло, проблема, которая возникла, ее надо было как-то решать тем людям, которые не приняли, которые не приняли Ешуа. И что-то надо было делать. А был человек, которого звали Яханам Бензакай, который решил что-то делать. Он решил исполнить волю Бога, как он понимал ее. И он понимал, что есть проблема. На протяжении достаточно большого времени центром, как бы, сохраняющим Израиль был храм Иерусалим. Это место. Потому что Бог, Он создал свой народ удивительным образом. Как народ, евреи были созданы уникальным образом. Мы созданы были как народ за один день. Мы получили закон место поклонения, место поклонения, правило поклонения и обетование земли, которое мы имели. все остальные народы, они жили на определенном месте. Это родовое сообщество, живущее на определенной территории, приобретающее общую культуру, общее правило поведения, изобретающих или принимающих извне какое-то поклонение какому-то божеству, и выбирающих для себя какие-то законы. И этот процесс достаточно длительный во времени. евреи были родовым сообществом, жившим на территории Египта, имеющих обетование будущей земли, да, и вышедшие из той земли получили закон, они его не выдумывали, они его не изобретали, они его получили как данность, они получили место поклонения, и Бог их ввел потом землю обетованную. И так было достаточно долго. И когда храм был разрушен, а Израиль был уведен в плен, первый и второй, то для десяти кален для Северного Царства это пленение закончилось достаточно как плачевно. Сколько на сегодняшний день существует колен Израиля? Одно, два, кто больше? Люди, все они еще помнят, и Левицы, три, в принципе, помнишь, это те три колена, которые вернулись из Вавилонского пленения. Понятно, да? А остальные были рассеяны. и ассимилировали. Из первого плена они не вернулись. И Храм понимал, что храм разрушен, и теперь нет той части, которая бы сохраняла народ. И он переживал, что оставшиеся три колена может постигнуть участь десяти колен. храма он понимал, что без храма может все закончиться. И тогда он сказал, свет Торы может объединить всех евреев. и он основал школу в городе каком? ну понятно, вы должны знать историю его бегства из осажденного Иерусалима, когда он явился к Веспасиану, и Веспасиан посмотрел на старого старика, пророчество которого исполнилось через несколько дней, и дал ему разрешение о том, чтобы он организовал эту школу. Итак, сам Яханан Банзакай говорил очень такие интересные вещи. Он говорил, что прикосновение к нечистому не оскверняет, равно как и пепел рыжей телицы не очищает. Но благословен Всевышний, который сказал нам это исполнять, и нет у нас права этого не делать. Он говорил, я не понимаю, послушайте, как прикосновение к нечистому чему-то меня оскверняет, равно как я не понимаю, как пепел рыжей телицы меня очищает. Я не понимаю. Но послушайте, он так сказал мне делать, и поэтому я должен так поступать. Понимаю я или не понимаю. И в общем-то этим отличались евреи. Потому что когда Машея спустился с горы, евреи чисто сердечной сказали, сначала сделаем, потом поймем. Сначала сделаем, потом поймем. Они согласились сделать и в процессе делания понимать. Ментальность современного человека вы мне сначала расскажите, объясните, докажите, и потом я подумаю, буду ли я это делать или нет. Порядок у евреев был в общем-то совсем другой. Сначала сделаем, потом поймем. И Ихлан Бензакай говорил то же самое. Я не понимаю, но он сказал мне так делать, я буду так делать. Какие проблемы? Все хорошо мы знаем выражение, которое мы пользуем очень часто, которое Иешуа сказал к верующим в него иудеям. Познайте истину, и истина сделает вас свободны. Очень приятные слова. Послушай, иди сюда, подойди ко мне, я тебе что-то скажу, и то, что я тебе скажу, это будет истина, которая что сделает? Как приятно освободить тебя. Вы случайно не можете процитировать стих выше, на один? Нет. Спасибо большое. Восьмая глава Ивангелия от Иоанна. 31 стих. Тогда сказал Иисус к верующим в него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. Запятая. Как правило, очень мало людей помнит этот стих, но все очень хорошо помним продолжение. Вторую часть. И познайте истину, и истина сделает вас свободным. Ишуа буквально говорит следующее. Если вы будете исполнять Мое Слово, пребывать в нем, то тогда в процессе исполнения вы что-то познайте. Сначала сделайте, потом поймете. И в Бритха Дыша этот старый хороший еврейский принцип не поменялся. Не все произошло по нашей ментальности. Иди сюда, я тебе расскажу и у тебя все будет в жизни хорошо. Нет. Сначала сделайте, потом поймете. И когда поймете, это освободит вас. Сначала вам надо что-то сделать, в чем-то пребывать, прилагать к чему-то постоянное старание и усилие, и тогда вы что-то познаете. Но не получится, что кто-то приехал, сказал вам классное слово, и вау, наступила свобода. будут всякие усилия с моей стороны. Это неправда. Точно так же, как на горе Синай, евреи сказали, сначала сделаем, потом поймем. Точно так же и сегодня. если прибудете, тогда узнайте. Если не будете пребывать, извините, друзья, сознанием будут тоже некоторые сложности. Соответственно, и со свободой тоже. Итак, Яханан Бензакай говорил о вполне понятных вещах. И он все это хорошо и прекрасно понимал. Но в то же время беспокойство о судьбе целого народа, оставшихся трех колен, его подтолкнуло к такому пониманию ситуации, где он сказал, как прежде соединял всех иудеев иерусалимских в храм, так теперь должна соединить их истинная религия. И он создал правила существования еврейского сообщества на время отсутствия храма. Заметьте, на время. Создавая новую религию, он создавал ее как временную религию, стоя у истоков этой истории, он понимал, что все это профанация идеи. И он не решает вопрос приближения к Богу, он решает вопрос существования Израиля, он решает вопрос тот, чтобы евреи не ассимилировали вот то, что его волновало, создавая эти правила, он создавал их для того, чтобы евреи остались как народ, чтобы они не ассимилировали, как ассимилировали десять колен. он понимал задачу, которую ему надо решить. Понятно? Когда сам Яханан Бензекай умирал, что-то он понимал. Когда сам Яханан Бензекай он умирал, он плакал. И ученики не могли понять, почему он плачет. И они его спрашивали, почему ты плачешь? Ты идешь к кому? Господу, к твоему Творцу. Чего ты печаль и Яханан Бензекай говорил, послушайте, передо мной лежит два пути. плачет. Стоя на этом пороге, он понимал, что перед ним лежит две дороги. И он говорил, я не знаю, по которому из них меня поведут. И понятно, ученики говорили ему, послушай, но кого кого, а тебя то понятно, куда поведут? Ты столько сделал. И он говорил, все мои дела на этой земле ничего не стоит перед его престолом. Мне не с чем предстать перед ним. И на протяжении уже почти двух тысяч лет Равин объясняет нам, что Йоханан Бен Закай имел в виду не то, что он сказал. На самом деле, он сам был очень сильно крепко уверен. Но люди, которые стали на путь Брит Ханаша, они стали на этот путь. вот здесь. И здесь, на этом пути, есть какой-то переход. Но они идут по этому пути сегодня и сейчас, зная, куда их этот путь ведет. Для них нету пути вот сюда вот, а потом неизвестно куда. мы не делаем что-то, а потом после смерти мы узнаем на самом деле, куда же нас поведут. Нет, сегодня мы идем по этому пути, осознавая и понимая его конец. Разницу чувствуете? да. И дальше люди став на путь, на который стал Бензакай, они забыли одну историю, которая была и о которой мы сегодня вспоминали, вспоминали, историю с Тельцом. Одна из печальных историй, у нашего народа. Когда Маше ушел на гору, евреи решили кому-то поклониться. Да? И когда Маше спустился, собственно говоря, он слегка расстроился и зарезал буквально 3000 человек. Была такая история? За что он их зарезал? За идолопоклонство. А кому они поклонялись? идол. Так ли это? Исход 32 глава. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделать. И сказал ему Аарон, выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принес их к Аарону. И взял их из рук их и сделал из них литого тельца. И обделал его резцом. И сказали они, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя откуда? Кому они поклонялись? Богу, который их только что вывел из земли египетской. Они не поклонялись другому Богу. Они поклонялись правильному Богу. Они не поклонялись другим или иным богам. Они говорили, это тот Бог, который вывел нас из земли египетской. Ну, я так читаю. И увидевся, И Аарон поставил перед ними жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, завтра праздник кому? Господу! На другой день они встали раны и принесли всесожжение и привели жертву мирно и сел народ и сказал Господь Моисеев поспеши, сойди и так дальше. Израиль кому поклонялся? Богу Израилю. Но он поклонялся не так, как Бог Израиля сказал это делать. Поклонялись они Богу Израиля, но они поклонялись не так, как Бог сказал это делать. И чем это закончилось? Смертью. Буквально там немного народа зарезали, все хорошо, но это 3000 это не все чем закончилось вся эта история, там дальше продолжались, там еще немного народа умерло. Там все было плохо. Золото давай пить. Там было все хорошо. Послушайте, кто-то кто-то решил, что он может по своему усмотрению поклоняться Богу Авраама Ицхака Якова. И Бог сказал, нет, вы не поняли. Если вы хотите поклоняться мне, то вы можете поклоняться только так, как я сказал вам поклоняться. Есть только такой путь, который я определил для вас. И даже такой хороший человек, как Иханан Бен Закая, который пытался решить какую-то задачу, он забыл просто, что нельзя поклоняться Богу по своему усмотрению. Нельзя выработать хорошие новые правила и сказать, ну Богу это понравится. Потому что евреи думали о том, что Богу это понравится. Они же не хотели явно обидеть того Бога, который только что являл чудеса, знамения, казни. Потом чудесным образом спас всех их первенцев. Потом раздвинул на их глазах море. Они не хотели сказать, сейчас мы на тебя наплюем. Они же не хотели так сделать. Так вы думаете, они боялись его? Они думали, что они сделают что-то плохое или хорошее? Хорошее? И они в общем-то хотели сделать как лучше. Как всегда они хотели сделать как лучше. Но Бог сказал, лучше не надо. Надо так, как я сказал. Понятно, да? Говорит, лучше не надо. Не надо модернизировать путь. Не надо придумывать свой. Есть тот единственный путь, который я определил для вас. И только этим путем вы можете пройти. Когда Ишуа говорил простые вещи, я есть путь истинной жизни, что он говорил на самом деле? Мы остановимся на путь истинной жизни. Что имелось ввиду? на самом деле это ворота, ведущие в святое святых. Первые, которые назывались путь, вторые, которые назывались истиной, и третьи назывались жизнью. И он говорит, я эти ворота. И если вы хотите прийти к отцу, то вы можете пройти только этой дорогой. Только этими воротами вы ходили туда. Только проходя через эти ворота вы могли туда войти. Но теперь все эти ворота это я. И нет другого пути, друзья мои. И для всех людей, которые решили изобрести новую истинную религию, в общем-то путь без вопросов. Какими хорошими мотивами они не двигались? Как бы они не хотели угодить Богу, Бог сказал, путь только один, вот такой. И другого пути нет. И для всех людей, которые стали на другой путь, им полезно будет прочитать исход 32-го главу. Послушайте, он хотел сделать реально хорошие вещи. Он хотел реально сделать хорошо, он не хотел плохо. Но Бог говорит, хорошо не надо, надо так, как я сказал. И когда он учреждал этот новый путь, тут надо понимать, что была куча людей, которые стали на этот путь за ним. И которые на сегодняшний день идут этим путем, усовершенствуют его и развивают этот путь. и на сегодняшний день, когда вы придете, они скажут, послушайте, жертва, она на сегодняшний молитва заменила ее. Все нормально, ребята. желание исполнять заповедь заменило исполнение заповедей. Все хорошо на сегодняшний день у вас. Все отлично. И вопрос у меня детский, игрушечный. Если все поменялось, то зачем восстанавливать храм? Но если все изменилось, Бог все изменил, теперь жертва не нужна, есть новый путь, то зачем восстанавливать храм? Почему же мы остались в прошлом? Почему же все наши стремления, они не в будущее, а в прошлое? Почему вся наша жизнь стала воспоминанием прошлого и стремлением вернуть прошлое? Почему вся наша жизнь в поисках того, что мы сделали не так, и что нам нужно изменить, чтобы прошлый путь вернулся, чтобы прошлый путь открылся. И на сегодняшний день делать чести не сознаться, что мы заблудились, что мы стали на тот путь, который ведет в никуда, и не знаем, как с него вернуться на правильную дорогу. уже уже на сегодняшний день делать честь и говорить, мы идем правильным путем, товарищи, все дружными рядами за нами. И когда мы говорим, послушайте, друзья, я не понимаю, если все изменилось, Бог разрушил храм и открыл новую дорогу, то почему я должен стараться и молиться, и мечтать о том, чтобы храм восстановился. Говорит, о, видишь, не понимаешь. Поэтому, чтобы понять такие простые вещи, тебе надо пойти в Ешиву, немного поучиться, ты же не понимаешь элементарных вещей, ну, как ты же, это же мудрецы сказали, ты, понимаешь, не мудрец, поэтому, чтобы понять такую простую вещь, что все изменилось, но надо вернуть прошлое, потому что все изменилось на самом деле, по-настоящему, чтобы создать то, что было когда-то, то тебе надо идти и долго учиться в Ешиве, и когда ты прозреешь, когда твои глаза откроются, ты поймешь, что все на самом деле именно таким образом. Бог все так устроил. Он разрушил, все поменял, для того, чтобы мы потом сдавали, он это все разрушал опять. И последняя попытка, которая была, там огонь вышел из земли и пожрал этих умников. Не знаете этих историй? Итак, это мало похоже на то, о чем пророчествовал Исаия в 35 главе. Исаия 35 глава, 8 стих. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым, нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних идущих этим путем, даже неопытные не заблудятся. Смотрите, понятие чистоты, как это ни странно, осталось. И говорит, нечистый на этом пути стоять не будет. Если вы не очищены, если вы не освящены и жертвы Ишоа, Мессии, вы не можете стать на этот путь. Но если вы очищены и освящены, то даже неопытные не заблудятся. Но тот путь, по которому пошли часть из нашего народа, это путь в никуда. и так, очень важно знать человеку, и для евреев, в общем-то, очень важно было знать, что они стоят на правильном пути. И для нас сегодня очень часто звучат вопросы, откуда вы знаете, что вы стоите на правильном пути, что тот путь, по которому вы идете, действительно приведет вас туда. Но я говорю, что то, что произошло в самом начале, и тот человек, который первым встал на этот путь, он первый не знал, куда этот путь приведет. Он первый сомневался в конце этой дороги, стоя у начала ее, что говорить о всех его последователях. И это то, что произошло в тот момент времени. Разделение. И мессианские евреи встали на этом пути, который ведет их пророками, путь, который был обещан ветхозаветными пророками, тот путь, который открыт через жертву Мессии, он был для нас. Но те люди, которые не стали на этот путь, они пошли не туда. И это огромная беда и печаль для нас, что масса братьев наших и сестер по плоти, они стоят не на том пути. И на сегодняшний день, к сожалению, стать на истинный путь, который ведет их к отцу на небо домой в небесный Иерусалим, по какому-то странному истечению обстоятельств обозначает перестать быть евреем. Это большая проблема в понимании и восприятии нас. Когда мы не совсем как бы понимаем, остаемся ли мы евреями, став на этот путь, или мы перестаем им быть. И для многих евреев, которые не стали на этот путь, становление на этот путь, это отказ от еврейства. И, к сожалению, на сегодняшний день, зачастую в церквях мы услышим, что вы уносите со своими? Пускай приходят и становятся в нормальной церкви, нормальными христианами. И я говорю, пусть Бог даст милость и мудрость вам, братья, быть такими же послушными Духу Святому, как те люди, которые принимали постановление Первого Иерусалимского собора, которые не сделали из всех верующих, из язычников, евреев, а решили не затруднять им путь к своему Творцу, которые решили их не подвергать под свои законы, под свои обычаи и обряды, а оставили свободу им оставаться им. И будучи украинцем, русским, белорусом, мексиканцем или китайцем, приходя к Ишуа, вы остаетесь украинцем, белорусом или мексиканцем, приобретая гражданство небесного Израиля. Понятно. Ваша национальность не изменяется. Но почему-то все считают, что если еврей, он принимает своего мессию, ему что-то надо изменить в его национальности. Ему надо отказаться от культуры, традиций, всего, к чему он воспитывался. Пусть Бог даст мудрость таким людям не затруднять народ Божий приходить к своему Богу. Я думаю, что Бог будет милостивым, где завтра мы все доживем и завтра мы тогда проживем.